Всем доброго дня! Хочу сегодня вам небольшое видео снять про то, как можно использовать отходы для удобрения деревьев, кустарников и вообще вашей растительности. Всем известная скорлупа яиц. Когда яма копается, посадочная, в нее вносятся удобрения. Можно просто взять вот такую скорлупу, измельчить и смешать с землей удобрения. И эта скорлупа будет постепенно кальций и другие полезные вещества давать в почву на протяжении долгих лет. Это довольно медленно разлагающийся материал. Это имеет свою пользу. Скорлупу можно вносить под любые деревья. Что касается вот такого удобрения в виде скорлупы орехов, тут у меня и черный орех, и грецкий, это разницы не имеет. У них особо разницы большого в составе нету, большой. Вот, как видите, это у меня дикие орехи, некультурные сорта, толстостенные. И это только плюс. Кстати, стараюсь покупать для пищи именно такие вот простые орехи. Вернее, не покупать, а собирать. Потому что эти вот культурные сорта, которые все так любят, танкокорые, сладкие, они имеют меньшее количество питательных веществ. Они красивые, большие, сладкие. И все эти вот чудеса селекции приводят к тому, что они теряют, вернее, приобретают свою сладость и другие полезные вкусности, короче. Приобретают за счет того, что теряют в качестве. Стоит еще заметить, что танкокоры и орехи проклевываются птицами, теми же воронами или сойками. И выедаются изнутри, даже не упав с дерева. Зачастую и так бывает. Поэтому дважды подумайте, стоит вам этот сортовой орех сажать или нет. И другие вредители, не только птицы, легко проникают через тонкую скорлупу. Вот, например, вот этот. Хоть я собирал с дикого дерева, но, видимо, так получилось, что он, видите, тонкую кору имеет, скорлупу. Так что так. Эти ореховая скорлупа, она содержит юглон, как и листья дерева ореха, как и кора. Ну, в общем-то, все, корни. И разлагаясь, будет выделять этот самый юглон под дерево. Поэтому нежелательно все-таки удобрять такой вот ореховой скорлупой другие деревья, кроме ореха. Тот же, например, кроме ореха можно рабинью, вот белую акацию, да, или глядичью ее удобрить. Потому что их листья тоже содержат юглон. И падая под дерево, тоже выделяют это вещество. Юглон – это такой элемент, который подавляет рост деревьев-конкурентов вокруг ореха или той же вот акации. Падая на землю в виде листвы, эта листва перегнивает и выжигает всю почву кругом и даже подавляет рост других деревьев. Благодаря чему само дерево может не бояться конкуренции и расти быстрее и выше. Такие дела. Не только листья, конечно, играют в этом роль. Корнями эти деревья тоже выделяют эти вещества. Но, конечно, это не так страшно, как может показаться. Это не значит, что деревья, которые растут рядом с орехами и акациями, погибнут. Нет, просто они будут расти медленнее. И в итоге будут на пару лет, может, отставать от того же ореха. Вот, но все же, вот именно при посадке ореха желательно вносить вот эту скорлупу под другие деревья, кроме той же акации, как я уже сказал, нежелательно. Как из скорлупа яиц будет постепенно отдавать все нужные ореху вещества питательные. И будет хорошим удобрением на много лет. Злоупотреблять не надо. На одну лунку отжимим измельченной скорлупы. Лучше ее молотком более мелко измельчить и так добавить. Помимо этого, хочу вам показать мою компостную яму. В нее идет вся органика. Вот коробки всевозможные. Целлюлоза чистая. Разумеется, я перед тем, как ее сюда добавить, всевозможный скотч на краях, скрепляющий все снимаю. Только бумага. Вот лотки из-под яиц, ну, любую бумагу, да, вот листва. Многие, например, сжигают листву. Хочу призвать людей, кто смотрит это видео, листву не сжигать. А вот такие кучи сваливать, чтобы она перегнивала. Или же просто ровным слоем разбрасывать по огороду. Будет и мульча, и сорняков будет меньше расти у вас. И постепенно, через год-два, это все сгниет и превратится в удобрение. Люди вот такое бесплатное удобрение, которое падает с их деревьев, сжигают. А потом покупают удобрение за деньги, когда можно бесплатно получить просто в виде листьев и все. После сжигания листьев, конечно, тоже остается зола, которая тоже является удобрением. Но она в процессе сгорания листва выделяет много едкого дыма, который травит всю округу. И по себе знаю, дышать просто невозможно бывает порой осенью. Зачем людей травить? Это не так тяжело листья вот так вот собирать. Тут уже, наверное, полтора метровый слой. У меня просто не видно. Тут очень много картона. Этот картон можно класть под деревья, между рядами. Вот я и деревья этим картоном мульчирую. Вот сейчас покажу. Вот на примере этой вишни. Еще след у меня стоит, пожалуйста. Сделал прорезь сбоку, вдел и посередине тоже такую вырезал дырочку. И все. Дерево теперь и влагу лишнюю не теряет, и мороза. Особо не боится относительно и сорняков. Тройная выгода. Ничего сложного. Постепенно перегниет и будет удобрение. Всю органику советую вот так вот собирать. Это все будет гнить и постепенно перочатся в отличный гумус, который позже, через несколько лет, можно будет вносить в лунки с деревьями. Делайте компостные ямы. Не выбрасывайте ваше удобрение. И эта питательная почва вам впоследствии обязательно пригодится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...